И все-таки они существуют. Иностранные инвесторы. И наш следующий герой один из них. Это без преувеличений, скажу, один из самых ярких бизнесменов, появлявшихся в нашей программе. Несмотря на несовершенный русский, его можно слушать часами. 34 года. Наверное, он из тех людей, на биографии которых можно и нужно учиться в стремлении стать финансово независимым. Гражданин Израиля, приехавший в Молдову полтора года назад, чтобы создавать и инвестировать в стартапы. За последние 15 лет он создал десятки успешных проектов в Берлине, которые давно уже вышли на мировой уровень. Мартин Шейн расскажет, почему Молдова, какие стартапы, а также как он к этому пришел. Устройтесь поудобнее, будет очень интересно. Бизнес-ангел. Частный инвестор, вкладывающий деньги в инновационные проекты, стартапы на этапе создания предприятия, в обмен на возврат вложений и долю в капитале. Обычно блокирующий пакет, а не контрольный. Мартин Шейн приехал в Молдову два года назад из Берлина, где за 15 лет создал десятки стартапов, которые работают во многих странах мира. Вполне логичный напрашивается вопрос, почему Молдова? Стратегически, где Молдавия находится территориально, тут есть граждане, которые имеют несколько гражданства, и они имеют русский, румынский. Значит, я отсюда могу иметь свой центр, который будет администрировать, руководить центры, например, в будущем в Румынии, или то же самое офисы, которые... Яш примерно до 200 километров, и Одесса, я думаю, по-моему, до 300 километров. Это все очень близко, это получается как в один центр, и у меня как раз будут люди, которые и русские, и румынские язычные, и мне это стратегически очень понравилось. Получается такой огромный микс, что тут можно тоже все поэкспериментировать, если это получается тут, экспортировать это уже в других странах. Есть тут возможность, чтобы создать настоящие инкубаторы или эксцелерейторы, чтобы создать мировые стартапы, как в Берлине, или в Тель-Авиве, или в Сан-Франциско. Знание языков специалистами, наличие двойного гражданства и, самое главное, отсутствие ограничения интернет-пространства. Молдова, по мнению нашего героя, может стать центром стартапов, работающих на любую точку мира. Но как подобрать кадры? Работаем, например, с УЛИМ. В УЛИМ у нас есть наш SARS-CoV-Academy. Мы бесплатно обучаем студентов в информатике технологии, которые воспользуются в Германии. Поднимаем их нервную квалификацию, видим, кто из них мотивированный, кто очень хочет, и даем ему возможность, они приходят к нам. Тут идет уже второй этап. Мы тут обучаем, они получают от нас маленькие зарплаты, можно сказать, но они не работают активно у нас, мы их только обучаем. Значит, можно сказать, мы выращиваем те люди, которые нам нужны. С этой же целью Мартин Шейн проводит и бизнес-тренинги в Клубе молодых бизнесменов, своеобразном объединении молодых амбициозных предпринимателей, которые смело могут примкнуть к команде инвестора. Созданные работающие стартапы в Молдове уже работают и дают плоды. Чаще всего это интернет-проекты, генераторы, селекторы. Все они призваны помочь потребителю. Один из наших сетапов, который мы создали тут, это компания или этот продукт TopCredit.md. TopCredit.md создалось больше из-за, скажем, этот балаган или этот каос, который немножко есть на финансовом рынке. И для этого мы создали вот первый кредитный брокер в Молдавии. Значит, клиент может зайти просто на сайт, даст какую сумму, на какой срок, на какие условия или для какой причины ему это надо. Наши агенты работают уже почти со всеми банками, со всеми микрофинансиров, со всеми лидерами банки, гипотечные банки. И мы выбираем подходящий для клиента и даем ему право выбора. Мы даем ему то, что именно ему подходит под условия, которые ему подходят. А оплачиваем, получаем мы эти деньги не от клиента, а от банка. То, что мы получаем, что берем на себя без маркетинга и продажи. Подобных бесплатных сервисов в Молдове уже более 10. Ежегодно компания создает по 10-15 проектов. Более 100 сотрудников трудятся над этим. Мартин планирует увеличить их число до 250 человек. И тут интересна сама схема создания и развития стартапов. Стартапы создаются с нетворкс. Это несколько бизнесменов, которые уже создали стартапы. Несколько бизнес-энджелс, это люди, которые уже удачно продали стартапы или очень много денег заработали стартап, которые понимают все процессы стартапа, которые не имеют идеи и имеют деньги. И когда-то в своей жизни удачно это сделали. Они инвестируют. Это первые, которые инвестируют. Мы создали, например, первую компанию. И наши конкуренты или наши партнеры тоже выросли. Уже стали бизнес-энджелем, стали venture capital. И они помнят, что за последние 15 мы столько создали. И они сами подходят, говорят, если у вас есть что-то, идеи, или если вы с вашим опытом уже верите в них, мы готовы инвестировать. И примерно вот так это работает везде в мире. Это если в международных масштабах. Мартин Шейн рассказал, как именно он организует почву для развития качественного и потенциально мирового стартапа. И тут речь вовсе не идет о миллионных вложениях, как думает большинство людей. Я больше вкладываю не деньги, а ресурсы. Я считаю, что человек, есть две категории стартапов. Стартап, во-первых, это все. Для меня стартап это решение проблемы. Клиент благодарен, что я решил ему эту проблему. И он благодарит это форму деньги или лояльности. Моя миссия в жизни это решить проблемы. И я ищу те люди, которые врачи, фармацевтики, со страховки, с кредитинститута. Неважно кто. Вот кто-то, который говорит, вот я вижу проблему, которую лично я могу решить. И то, что я делаю, беру для подходящей кастрюлю подходящую крышу. Я вам немножко расширил взгляд на мир. И покажу, как вы можете даже отсюда, вот отсюда, с Кишинева, построить мировую компанию. Компания, которая, кстати, и будет приносить дивиденды Мартину Шейну. Так сказать, вот он, пассивный доход. Но как бы вы не доказывали дееспособность своей бизнес-идеи, инвестор не всегда вложит в нее деньги. Да и вообще, инвестор инвестору рознь. Инвестор ищет всегда, у них есть две цели. Веншер капитал, бизнес-энжелс, у них есть целая, у них есть сумма денег. Они хотят за определенный срок посмотреть, сколько профита они сделали, сколько они заработали на эти деньги. Они хотят как можно короче срок, как можно быстрее преувеличивать их деньги. Это один способ. Я больше или другими энжелами, мы ищем возможность на долгий сроч. Это значит сделать кэшкаус. Это компания, которая будет вложить в нее год, два, три, четыре, но которая будет тебе 10, 15, 20, 30 лет, которая станет гигантом. Вот это больше интересует. И в это стоит вложить. Но для этого это тоже пассивный доход. Значит, инвесторы это не делают только за то, что они такие социальные, такие добрые, они это делают, потому что они хотят собрать команду, которая самостоятельно сможет работать, строить что-то, где они компаньоны вне, и где другие инвесторы, которые помогали создать это, будут много лет вперед иметь свой пассивный доход от этого. Это значит безработать, иметь свою прибыль. Свой первый в жизни стартап Шейн создал в 14 лет. Он подбирал неправильные формы цветы у цветочных магазинов и продавал их на перекрестках. Не вкладывая ни цента, он стал зарабатывать за день трехмесячную зарплату родителей. Затем еще стартап и еще. Но Мартин решил, что израильский Назарет для него тесен и уехал в Берлин, чтобы увеличить число и качество своих стартапов. Я пошел учиться в 2007 году, это было там почти 5 лет позже, у меня уже тогда было больше, чем 30 программистов и дизайнеров. Я пришел тогда к учителю, я спросил его, что даст, если я буду учиться? Он говорит, ну, ты найдешь хорошую работу. Он сказал, ну, мне хорошая работа не нужна, я могу вас ответить на работу, но я хотел бы получить знания, что я выбрал себя из 5 лет обучения, полтора года, которые меня интересовали, я учился именно их. Взял элементы от маркетинг, продажа, финансы и все. У него нет универсальной формулы успеха, но есть правила. Изучать основы бизнеса и знакомиться с биографиями состоявшихся мировых финансовых гигантов. Если человек не понимает, что он должен сэкономить там, не знаю, 10 до 30 процентов любой доход, ставить их в сторону и вложить их только в пассивный доход, если вот этот человек, этот элементарный знаний не знает и не имеет, он никогда в жизни не сможет в полной ценности быть счастливым. Мартин Шейн задержится в Молдове, судя по федерации, по всему надолго. Страна, как утверждает инвестор, станет центром распространения стартапов мирового уровня. А у наших граждан уже появилась уникальная возможность создать свой активно развивающийся стартап и стать компаньоном Мартина Шейна. И еще один совет от Мартина Шейна. Вашей ближайшей целью не должна быть баснословная сумма денег. Важно научиться помогать. А результатом вашей помощи станет благодарность в виде денег или лояльности. А затем и пассивный доход, когда вы ничего не делая будете накапливать капитал. Не знаю, как вы, но я под впечатлением от этого героя. Надеюсь, у меня получилось передать вам тот посыл, который открыто несет бизнес-ангел. Это был телепроект «Хочу стать миллионером». Увидимся через неделю на МБС. Не переключайтесь, с нами всегда интересно.